здравствуйте с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 5 июня всемирный день охраны окружающей среды самый важный день он для привлечения внимания мира к экологическим проблемам с момента провозглашения в 1974 году этот день стал глобальной информационной платформы и широко отмечается в более чем 100 странах мира по всей планете в этот день появились на свет в девятьсот двадцать пятом году по некоторым данным рождается княгиня ольга жена князя игоря та самая и того самого их брак был счастливым для них обоих еще более счастливым для русской державы после гибели мужа правила ольга киевом при малолетнем святославе при ней киевская русь уже выглядела вполне оформившимся государством ольга 1 на руси в девятьсот пятьдесят седьмом году принимать христианство но при ней она еще не становится государственной религии так как это могло бы привести к вас сальной зависимости от византии все еще впереди 1723 год день рождения адама смита великого английского экономиста и философа он создает теорию трудовой стоимости обосновывает необходимость возможного освобождения рыночной экономики от государственного вмешательства основой научной теории смита было стремление взглянуть на человека с трех сторон с позиции морали и нравственности с гражданских и государственных и наконец с экономических позиций в 1798 году родился алексей львов скрипач и композитор автор музыки первого российского гимна боже царя храни музыкальные способности львова приметил император николай 1 и летом 1833 поручил ему написать музыку для государственного гимна долго ничего не получалось но однажды вечером поручение монарха было выполнено буквально за несколько минут как это часто бывает у творческих людей 1898 год в испанской провинции гранада семьи андалузского землевладельца рождается будущий испанский поэт и драматург федерико гарси лорка он стал кумиром ни одного поколения писателей и почитателей литературы я ненавижу орган лиру и флейту я люблю человеческий голос одинокий человеческий голос измученный любовью 19 августа 1936 года близ гранаты лорка был расстрелян испанскими фашистами и пусть на сад мой отданный разбою не глянет ни одна душа чужая не только бы дождаться урожая возвращенного терпением и болью 1901 год день рождения сергея владимировича образцова руководителя многолетнего руководителя центрального театра кукол в 1941 году рождается барбара брыльска польская актриса героиня иронии судьбы или с легким паром в 1961 году артистка эстрады елена воробеев а в 1967 году валдис пельш ведущий телепрограмму угадай мелодию в 1998 году появилась на свет юлия лепницкая российская фигуристка олимпийская чемпионка события этого дня 1682 год начинается соцарствования иоанна алексеевича его младшего брата петра алексеевича за малолетством царевичей государством будет править их сестра софи алексеевна которая впоследствии будет свергнута петром пиром и заключена в новодевичий монастырь 1965 год оксфордский университет присуждает почетную степень доктора литературы величайшему из современных русских сихотворцев 76-летней анне ахматовой чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа так будут писать в английской печати 1968 год после победы на первичных президентских выборах в калифорнии смертельно ранен сенатор роберт кеннеди который скончается на следующий день пострадают еще пятеро человек убийца сирхан бешара сирхан сразу же схвачен 1977 в продаже появляется персональный компьютер apple 2 и самого начала он оказался доступнее большинства конкурентов его стоимость в базовой комплектации по тем временам конечно сумасшедшая 1 1298 долларов но главное что выделило его среди конкурентов это удобство элегантность и функциональность самого начала компания предпочла продуманные и толковые решения шаманским танцем с бубном от которых некоторые платформы не могут избавиться до сих пор так писали некоторые эксперты 1981 год центр здравоохранения в сан-франциско сообщает о пагубных последствиях пневмоцистной пневмонии среди гомосексуалистов раньше это редкое заболевание встречалось в приютских домах но протекала не в очень тяжелой форме у гомосексуалистов же пневмония приобретает затяжное злокачественное течение и оканчивается смертельным исходом это было первое в истории сообщения о новой болезни которую спустя некоторое время назовут спидом 1983 год теплоход александр суворов флагман волга донского пароходства с лучшим экипажем ударяется верхней частью надстроек в единственный в ульяновский мост через волгу по которому в это время идет к тому же товарный поезд погибает 176 человек 1988 год русская православная церковь отмечает тысячелетия христианства на руси торжества начинаются в москве 5 июня богослужением в богоявленском соборе свято-данилова монастыря и продолжается до 12 числа дня памяти всех русских святых всю неделю в московских храмах будут совершаться торжественные богослужения 11 июня во всех службах православной церкви произойдет всеношное бдение затем торжества пройдут в киеве ленинграде и владимире а после 18 июня переместятся уже епархии 1991 год в осло с нобелевской речи выступает михаил сергеевич горбачев а все началось в октябре 90-го года когда было озвучено заявление нобелевского комитета норвежский нобелевский комитет решил присудить нобелевскую премию мира за 1990 год президенту советского союза михаилу горбачеву за его ведущую роль в мирном процессе который сегодня характеризует важную составную часть жизни международного сообщества напомню что в декабре 91 года советский союз перестал существовать собственно говоря перестал работать и президент сср михаил горбачев последнее 1805 год рождается петр карлович клотт русский скульптор представитель позднего классицизма автор знаменитых конных скульптур на анечковом мосту санкт-петербурге в 1841 году на западной стороне моста была установлена первая пара конных статуй а на другое время на поставили их копии из гипса за один год клод изготовил еще две скульптуры но до моста они так и не дошли в качестве подарка от николая первого прусскому королю кони отправились в берлин где и были установлены клод отлил еще пару коней те в итоге оказались уже в неаполе пока копии раздаривались он придумал новую постоянную пару коней объединенных уже с установленными единым замыслом этапы покорения необъезженного коня человеком и символизирующую борьбу человека с грозными силами природы и естественно торжество над ними любопытно что рассмотреть их все одновременно с какой-либо точки невозможно нужно постепенно переходить от одной к другой с вами был николай пивненко в проекте дата а